Несмотря на то, что на прошлой неделе самые крупные державы мира – это Россия, Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз и виновница этого события, этой встречи в Женеве, Украина, подписали соглашение о принципах урегулирования конфликтов на Украине, уже вчера власти официальной Украины дали распоряжение в начале военной операции на юго-востоке Украины. Безусловно, что весь мир находится в ожидании, примет ли Россия решение о военном вторжении на территорию Украины для защиты русскоязычного населения. Я полагаю, что президент Путин не даст приказ русским солдатам стрелять в украинских солдат, а найдет альтернативный путь, который позволит нанести адекватные меры по отношению к настоящему врагу и украинского, и русского народа. Мы знаем, что без вмешательства Соединенных Штатов Америки и Европейского Союза в внутреполитические дела Украины, на Украине сейчас бы не происходили эти события. Мы помним март этого года, когда под подстрекательством лидеров политиков США и Евросоюза на Майдане были начаты активные боевые действия радикальными националистами и фашистами украинскими, которые привели к свержению официальных властей Украины. И вот эти националисты и фашисты, сегодня вооружившись и легализовав себя в виде национальной гвардии, переместились на восток Украины для того, чтобы истреблять мирное население, которое высказывает свой протест против официальной позиции Киева. Я думаю, что сегодня судьба украинского народа, судьба русских, проживающих на Украине, зависит от продуманных, адекватных действий Российской Федерации. Я абсолютно уверен, что война между русскими и украинцами не должна наступить, но я абсолютно уверен, что Россия должна принять адекватные действия по отношению к тем внешним силам, которые фактически спровоцировали ситуацию на Украине.